Юра, не уходи, ты нам нужен. Да, я Юре хотела сказать как раз. Так, слушаю. Это все тот же любимый эффект Манделы. Я хотела сказать насчет, как оно называется, коллайдер или как он там называется. Да, да. Я хотела сказать, что я в него не верю. Вот мне кажется, что это типа космоса. Если там посмотреть на вот это видео, где сотрудники коллайдера как бы пляшут и радуются, и там какие-то таблички показывают, вы на людей посмотрите, жизнью замученные проблемами, забитые. Там никто особенно не выглядит таким вот злым гением. Там вообще особенно интеллекта нигде не проскакивает на лицах. Там все дело не в самом коллайдере, да? Там все дело в самой корпорации ЦЕРН. Естественно, сам коллайдер – это фикция. Там они ищут частицу Бога, Бозон Хиггс, чего только они там не искали. Да, чего только не искали. Ну, я думаю, что, как вы показываете, что эти станции – это просто обтянутая фольгой. Какие-то фанера, в лучшем случае, а то и вообще картон. Так и тот же коллайдер – то же самое. Ну, так оно и есть. Это фикция, да? Я имею в виду, сама организация ЦЕРН непонятно, чем занимается. То ли это оккультизм какой-то, то ли это какие-то другие опыты, которые мы не знаем. Я этим вопросом не занималась. Я прослушала несколько роликов. Такая организация ДЕИР. Это что-то насчет энергетических… Это эзотерика. Люди делают там какие-то энергетические упражнения и так далее. И вот там вот рассказывалось, что человек сделал какое-то упражнение, у него родственник покончил самоубийством. И он сделал какие-то упражнения, и потом все сказали – нет, он умер сам по себе. В смысле, реальность изменилась. Я думаю, что это люди сами по себе умеют менять реальность. А они нами как бы управляют. То же самое погода. Я думаю, погоду… Как бы люди делают погоду. Я видела какой-то ролик. Это Келли, Келли, Рау, Ти Ви. Это на английском языке американка ведет такие. Ну, свой канал держит. И вот она давно уже рассказывала, у них там были эти ураганы. Ураганы за ураганом. Так вот, она утверждала, что эти ураганы создают люди. Сначала показывают по телевизору, что идет ураган. Люди все подумали об этом урагане и создали этот ураган. И они там собирались… У нее до сих пор, я думаю, выложены эти ролики. И они там собирались конференции и силой мысли останавливали эти ураганы. И что-то реально просто вот остановилось. Я сейчас скажу одну вещь. Это из разряда 90-х годов, когда руками стирали облака на небе. Была такая фишка в Советском Союзе. Вернее, уже в Новой России, в начале 90-х. Когда стояли и стирали облака. Примерно из того же разряда. Я к этому скепичу. Ты знаешь, я сама как-то… Мне надо было идти на похороны. И тут очень холодно. И было минус 20. Но я загадала, чтобы была другая погода. И вместо минус 20 было минус 2. Хотя, по всем прогнозам, должно было быть минус 20. Ну, было бы здорово, да? Я хочу жить 500 лет. Почему-то ни один человек не может себе такого… Дело в том, что… И это моя мысль, что мы раздроблены. Это мы, те, кто делает эту реальность. Но потому что мы раздроблены, во-первых, нас должно быть больше. Как-то мы должны быть объединены. Потому что если один задумывает облака, а другой разгоняет облака, то и будет как бы неконтролируемо. А если кто-то контролирует… У меня вот простой вопрос. Простой вопрос. А как они это делают в будущем? Ну, как это работает? Практически. Развивается, как сказать… Ой-ой, простите, забыла. Называется… Воображение представляется очень четко, очень реально. И с тренировкой это все время улучшается. Ну, Советский Союз и первое время Россия, уже мы пережили все это. И рамки, и заряженную воздух пережили, и Кашпировского пережили. Ну, вот я как раз этого не переживала, да, я пропустила это все, да. Поэтому мы уже не начинали. Ну ладно, я просто высказала свою мысль, что… К сожалению, я сейчас случайно создал помехи, которые закончатся через 210 секунд. Вот я на другой компьютер начал перекидывать ролик, а когда я перекидываю ролик между компьютерами… Трансляция подвисает, я про это все забываю, но сейчас уже будет все нормально. Смотрите, вот… А, все, она уже пошла, восстановилась. Что, вот, я хочу просто относительно на понятный язык перевести, что сказала Оля. Я понимаю, что не все играли в игру Майнкрафт, но вы можете просто посмотреть ролики, изучить ее. Есть много уже похожих игр, серьезных и несерьезных. Вот кто-то видел, я в динозаврах играл. Вы знаете, что, вот, я для себя вижу наш мир, как вот эта игра Майнкрафт. То есть, определенное количество игроков запущено на определенный сервер. И эти игроки меняют мир. Те, кто играл в Майнкрафт, прекрасно знают, что меняется там все. Ландшафт там и так далее. Если, конечно, программист более серьезный, то он может прописать, чтобы менялась и погода, и менялась, скажем так, и менялся даже климат. Мы своего рода, если по меркам игры брать, мы рассредоточены. То есть, если нам, белорозовым, создать гильдию, то по меркам игры, допустим, гильдию, кто знает, допустим, игру Лэнш-2, то там большим количеством людей можно достичь большое количество виртуальных результатов. Вот приблизительно, я вижу у нас то же самое. Если белорозовые, как я уже говорил, пускай это прозвучит высокими, высокопарными фразами, но если белорозовые будут в едином порыве думать одну и ту же мысль, она действительно материализуется. Вот тысячи, сотни тысяч людей. Вот. Вот. Просто будем менять эту реальность, как в игре Майнкрафт, если бы люди бы, определенная группа людей, там 100, 200, 300 человек собрались, не один ковыряет киркой, кто играл в Майнкрафт и менял в ландшафт, а тысячи эту кирку в руки взяли ментально и начали ее ковырять. То же самое, я думаю, в нашем мире. Ну вот ролики, ну не ролики, а вообще вот такая мысль есть, что наша планета, это не планета, а тот участок земли, на которой мы живем, он полностью перелопачен. Нету ни одного камушка, где не был бы поднят бы либо лопатой, либо ковшом, либо еще как там инопланетяне на один писал, это Лена из Германии, говорит, меня инопланетяне... А, нет, Ирина из США, причем не очень много людей, но они есть. Наши бывшие соотечественники из США пришли в полный восторг, что мы, что они живут, по моим знаниям, с нами на одном континенте. Они мне не пишут, слава, проснись, я живу в Америке. Они настолько рады, вот Ирина Вады, она настолько вот живо это все восприняла, она давно живет там, 20 или 30 лет. Вот, если бы мы, как бы, гильдию создали, да, то бы мы могли бы менять реальность. Вот я вот чувствую, что так, в принципе, всегда и было. Но мы разобщены, причем оккупанты сделали все очень грамотно. Да, Юр, говорю. Да я хотел сказать просто, что сам по себе эффект Манделы, он заключается в каких-то мелочах. Нет у нее каких крупных событий. И вот нам, по нашей забывчивости, что-то мы не помним, да, в памяти в нашей отложилось не так. Может быть, что-то мы подзабыли. В принципе, вот и весь эффект Манделы, как бы, нету. Кто назовет мне хоть одно серьезное мероприятие, в котором эффект Манделы сильно повлияет, на который нету такого истории? А, ну, говори. Я хочу, ну, во-первых, я хочу сказать, что, наверное, крупных изменений мы не видим. Мы только случайно замечаем случайные мелочи, побочные эффекты. А крупного, наверное, они есть, мы их просто не видим. Так мы как раз-таки должны замечать крупные, как бы, соринку в глазу тяжелее найти, чем бревно. Был такой фильм «Эффект бабочки», помнишь? Дьявол кроется в мелочах. Это я помню. Да, так там просто все изменилось, вся реальность изменилась, и никто не заметил. Там другие здания стали, другая... О том и речи. Если бы был такой эффект бабочки, мы бы даже никогда и не задумывались о таком понятии, как эффект Манделы. Потому что мы бы, в принципе, жили в этой реальности, в новой, уже ни о чем бы не догадывались. Так нет, так случайные мелочи какие-то остаются. Они как бы это, как сказать... Ну, такого не бывает. Если меняется реальность, артефактов не может оставаться в этой реальности. Юр, давай самый сильный аргумент, он и в шутку, и всерьез. Есть замечательный исследователь, который заметил, что на его всей коллекции исчезла фраза, и робот стал выглядеть по-другому. Юрий Тимовский на протяжении многих лет. Да. Лично сам. Я же и говорю, да, то, что, допустим, у С-3ПО одна нога была другим цветом, это вполне... Это вообще обалдеть. Что я этого никогда не замечал, потому что не было у меня такой цели, да, смотреть на эту ногу. Я могу это объяснить, что это моя невнимательность, потому что... Почему мне было на такую мелочь обращать внимание? Вот, в принципе, как бы я могу... Да, вторая фраза, да, там, нет, я твой отец или Люк, я твой отец, это тоже самое, в принципе. Я могу это объяснить тем, что, может быть, из-за такого количества мемов в интернете, надписи на футболках, надписи на кружках, надписи в комиксах, просто так между собой общение, да, там, вполне может быть, что люди, вот, я также поддался вот этому вот, так называемому эффекту Манделлы, что я просто банально... А как это? Как насчет убийства Кеннеди? А убийство Кеннеди в чем там эффект Манделлы заключается? Ну, это в том, что... Ну, говори. Ну, то, что я помню. Ну, Юра, посмотри, Юра уже его положил на лопатки, просто ты его не смотришь. Я показал уже, что это никакого эффекта Манделлы там нет абсолютно. Я с Юрой согласен, знаете, такое ощущение, что 98% эффекта Манделлы – это грамотная фальсификация, просто очень грамотная. Я лично сидела с мужем и смотрела, как документ, документальный фильм, как он едет на светлой машине, ему сзади стреляют, и жена потом кричит и лезет на машину. Так, во-первых... Это Жаклин Кеннеди. Да. И потом, когда я узнала про эффект Манделлы, я спрашиваю у мужа, я теперь у всех спрашиваю, как погиб Кеннеди. И поэтому я могу выяснить, кто как помнит. Но муж сидел и рядом смотрел, он сразу сказал, машина была светлая, сидело 4 человека. Ну вот как и я помню, вот мы вместе смотрели. Давайте разбираться. Во-первых, сзади Кеннеди убить не могли, потому что все прекрасно знают, что стреляли из окна дома. Из окна дома, когда он проезжал по дороге. Да, в принципе... Хорошо, он упал вперед. Он упал вперед. Стреляли не из окна дома, а стреляли с крыши. Я это тоже прекрасно помню. Мне тоже не 2 года, не 30 лет. Мне 50, и я тоже это прекрасно помню. Его, между прочим, с крыши стреляли. Я это тоже все помню сама. Освальд всю жизнь стрелял из библиотеки. Всю свою жизнь с окна библиотеки стрелял. В моей реальности, да. В моей реальности тоже есть. Подтвержу с окна, потому что даже есть фотографии, где там лежит винтовка. А в моей реальности все с крыши. Я сама видела. Я понимаю, что люди... Я скажу, что такое эффект Манделлы. Эффект Манделлы – это люди хотят верить в то, что они хотят, во что они хотят верить. По телевизору показывали... Смотрите, да, скажу первый раз, да. В 1963 году убийство Кеннеди произошло. Фильмы начали снимать цветные. В 40-х, в 50-х годах еще уже цветные фильмы были, да, это раз. Во-вторых, в Советском Союзе очень напряжено было цветными телевизорами, и поэтому все смотрели практически в 60-х годах по черно-белому телевизору все. Все. Я могу уверить, что 99% советских людей смотрели трансляцию по черно-белому телевизору. Поэтому никто... Я помню, трансляция была черно-белая, а сейчас она цветная, потому что, во-первых, у вас был черно-белый телевизор, вы помните, что это белое было, да? Не-не, я это видела в Финляндии. В Финляндии показывали этот фильм лет, не знаю, лет 15 назад я его видела. Так, и он... Документальный. Он был черно-белый фильм. Вот я о том и говорю, что на самом деле фильм был цветной. Да, вот он цветной. И сейчас можно найти убийство. Он запечатлен с нескольких камер, есть множество ракурсов, можно посмотреть, потому что это логически можно обосновать. Да, едет президент, естественно, снимают сразу несколько телеканалов, сразу несколько фоторепортеров из газет. Сейчас эффект Манделлы... Была всего одна запись, а сейчас их много. Это эффект Манделлы. Вы просто включите свои мозги, ребята, которые так говорите. Это президент едет. Встречают его, естественно, куча репортеров и куча телевизионщиков. Говорить о том, что была всего одна запись, это чушь. Не-не, я не говорю. Но я говорю, что машина была светлая, а теперь она черная. У Кеннеди, действительно, было два автомобиля Линкольна. Линкольн Континенталь Конвертибл, модифицированный, X100 название у него. И Линкольн Континенталь 1963 года белый. Он, кстати, Хрущев приезжал, да, он в среде ехали на этом автомобиле. Он ехал с Жаклин Кеннеди на этом автомобиле тысячу раз. Есть тысячи архивных съемок. А почему-то некоторые съемки выдают за убийство Кеннеди. Якобы это момент убийства Кеннеди. Это чушь. Это никакой не момент убийства Кеннеди. Это обычно просто... Это был момент... Вот то, что я помню. Это был момент убийства Кеннеди, потому что это Жаклин Кеннеди полезла, вот увидела и полезла, испугалась и полезла... Я думаю, она один раз только так полезла. Я думаю, она так... Это не было у нее так. Теперь... А вы не думали... Я хотела... Что, 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 что? Ну, я хотела сказать, а вы не думали, что это постановочные фильмы, и сейчас их бросают? Дело в том, что даже вот этот последний, там на шесть человек, и там же видно, что якобы это же Кеннеди, ну, это жена его стреляет. Вам не кажется, что это сделали обыкновенные актеры, и сейчас нам втюхивают, и говорят, что это какой-то эффект Манделы? Я скажу так, что возможно все, возможно все, да, потому что Кеннеди... Его грозились еще во времена того, когда он был живой, да, убить, потому что вполне возможно была и инсценировка, я могу и это, в принципе, допустить, да, но теперь вообще, давайте поговорим о самом автомобиле, просто что такое отвлечение внимания, вам надо посмотреть срочно канал ТЭД, ТЭД такой есть канал, замечательный, а бывает до такой степени, вот когда смотришь, да, выступление, ты обманываешься постоянно на банальных вещах, это отвлечение внимания. Объясняю, как это работает. Вот смотрите, скажите мне, советские люди, да, и вообще люди вот привыкшие, если в машине сидит 4 человека попарно, вот сидит человек попарно, не по трое, а попарно, может ваш мозг представить, что может быть машина, где могут сидеть попарно 6 человек, вот вы можете такое себе представить? Мозг у вас автоматически будет говорить, что в машине 4 человека, потому что если сидят попарно люди, то не может быть 6 человек в машине, Ведь машина четырехместная, у вас мозг рисует, что в машине четыре человека, потому что вы не можете представить, что бывает машина шестиместная. Почему? Нет, это правильно, рисует так. Я, Виталий, тоже видела вот эти четыре человека, и, конечно, уже видела в цветном изображении. И потом, когда начался вот этот феномен Манделлы, начали показывать эту черную машину, и там шесть человек. И потом, действительно, каким-то краем глаза я заметила, что вот эта девушка Кеннеди, она закрывала голову, видно, что там парик. И у меня сразу же было такое впечатление, что это сделали недавно, постановочные. А дело в том, почему, потому что Италия, это же вообще суккупе Америки. И сколько я жила, столько раз, ну почти, если одна раз в неделю не крутили вот этого Кеннеди, как его убивали, ну не может, не проходила так одна неделя. И я это уже знала наизусть. И когда я увидела другой ролик с этой другой машиной, и шесть человек, и вот с этой дамой, видно мужиковатого вида дама. И если найти этот ролик, наверное, по кадрам посмотреть, наверное, можно будет увидеть. И такое впечатление, что вот этот дама стреляет вот этого якобы Кеннеди. У меня такое впечатление, что это постановочные сделали специально, наверное, чтобы придумать вот этот эффект Манделла. Это мое личное мнение. Это то, что я так заметила в одну секунду. Да, вполне может. А как насчет стихотворения «Сижу за решеткой в темнице сырой»? Объясняю просто. Было два стихотворения и одноименных под названием «Узник». Одно стихотворение «Узник» написал Лермонтов, второе стихотворение «Узник» написал Пушкин. В этом и заключается весь эффект Манделлы. Название. Ты знаешь, я тебе скажу насчет этой ноги. Ипекол, как он, ну вот это, «Звездные войны» у этого робота, одна нога серебряная. Олечка, а можно я тебе насчет вот этого стиха сейчас скажу? Дело в том, когда мы обсуждали, тут еще была вот эта Ирина из Крита. Она попросила свою маму, не с Украины, она с России, и мама ей выслала, сфотографировала и на мобильник выслала текст. И там было так, как надо, так, как мы учили. У нее была эта старая книга, когда она еще в школе училась, или мама ее училась, не помню. Вот так и осталось. Юра, а что ты думаешь насчет того, что говорят, что Пушкин – это Александр Дюма? Что на всю Европу было два негра, и обоих звали Александром. Александр Пушкин и Александр Дюма. Ну, тоже интересно. Когда же не было негров вообще, два негра на всю Европу. Оба писатели, оба Александра. Да, есть такое, как бы, даже историческое расследование в официальных сферах, что, как бы, много таких личностей, которые были в Европе, да, это просто псевдонимы каких-то наших русских писателей. Псевдоним Пушкина. Как бы, есть такое. Ну, как это доказать сейчас без документов, без исторических архивов, без сравнения почерка, да, вот взять почерк Дюма, допустим, и почерк Пушкина. Вот если сравнить их, то да, другое дело. А мы не можем, потому что у нас нет такого. Но можно помнить, что для Пушкина французский язык был родным языком. Родным языком для Пушкина был французский, а русский он выучил. Тогда же все на французском говорили в обществе. А Дюма был летописцем Гарибальди. Официальным летописцем Гарибальди. Он записывал все передвижения Гарибальди. Дюма. Ну, Пушкин в каком году родился? Тысячу каком? Семьсот. Там в конце тысяча семьсот каком-то. Если его будто бы убили тысяча восемьсот тридцать третьем, или тридцать четвертом, здесь. Ну, вот такое. Надо посмотреть. Кстати, я точно не помню, когда Гарибальд Гарибальди присоединил все страны, и получилась Италия. Потому что до Гарибальди такой страны, как Италия, не существовало. Но дело в том, что я читала книгу, и эта книга Умберто Эко, наверное, знаете. Он наполовину запрещенный, наполовину можно читать его. Вот не все книги его можно было читать. Вот «Во имя Розы», помните? Это его знаменитая книга и фильм был. И я прочитала вот эту книгу. Он очень отрицательно отнесся к тому, что случилось, что присоединили всю эту страну и сделали Италией. Все страны и народы перемешали. И рассказала про Гарибальди, что он обыкновенный бандит. И каким-то образом Дюма к нему попал, потому что нравилось ему вот это движение бандитское. И там никакой революции не было, конечно. Никто в красных рубаках не бегал, потому что они в красных рубаках якобы выступали. И не было никакого там поднятия духа, как вот в революцию нашу 17-го года. Ничего такого подобного не было. И рассказывал, как между собой все королевства договаривались по некоторым аспектам. У того денег не хватало. Все они, конечно, родственники, те все королевства. У одного родственника денег не хватало, другой поженился, другой развелся. И он прошел кровавым террором в красной рубахе. И вырезало, как всегда, население. А мы знаем, на севере Италии, туда ближе к Наполе, с Наполи, Неаполь. И вот это там проживали мы. Я же говорю, что я себя чувствую здесь дома. Одинаковое у нас все. И, как всегда, самое лучшее, это надо смотреть на кухню. Потому что кухня несет родовые действительно устои. У нас совершенно одинаковая кухня. Совершенно. Где я родилась и где вот сейчас я проживаю. А можно мне за Пушкина? Вот обратите все внимание, Пушкин родился до 1812 года. У Пушкина ни слова о войне 1812 года, ни слова о Наполеоне. А подождите, а кто же написал? Скажите, кто дядя, ведь не даром, Москва спалена, Курзара, француза. Верманстров, который родился после. Вы не забывайте, что у Пушкина много было произведений, которые нам не дошли в общее по сей день. И очень много свечи. Поэтому Пушкина... Олечка, выключи, пожалуйста, этот камеру, ой, не камеру, пердон, звук, когда не говоришь. Вот кто знает Сергея Есенина, у него есть такое стихотворение, которое называется Пушкину. Вот кто не читал? Я слышала, мы в школе что-то проходили. Напомни, пожалуйста, что-то я помню. Я сейчас прочитаю. Не все, фрагмент, да? Мечтая о могучем даре Того, кто русской стал судьбой, Стою я на Тверском бульваре, Стою и говорю с собой Блондинистый, почти белесый, В легендах ставший как туман. О, Александр, ты был повеса, Как я сегодня хулиган. Это мы читали как запрещенная литература, но никто не мог предположить, что это относится к Пушкину. Я это помню, но не о Пушкине мы думали, что это речь. Так вот, дело в том, что он пишет о Пушкине так, Блондинистый, почти белесый. Ну вот сейчас, я понимаю, сейчас, да, я понимаю. То ли это первый троллинг такой был, то ли он Пушкина так подколол, то ли это описывается совершенно другой Пушкин, которого мы и знать не знали, что он белый, оказывается, был, Блондин. Вот как это объяснить тоже? Я, к сожалению, в литературе не сильно он бы поддержал Юрия, но Есенин вообще красивый был на высказывании, своеобразная у него была судьба. Вот. Ну, и очень многое знал. Но то же самое касается Пушкина, то есть, опять же, говорили, вот Пушкин, Пушкин, ну, мы же про него очень многое не знаем, и его стихи очень многие не знаем. А тем более сейчас уже даже примерно такой простой Апопель и Балде уже переходят совсем. Тоже даже название и Попад вообще заменяют. Поэтому у нас спустя, сколько уже, пару столетий уже все переделывается. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...